Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта. Сегодня не комфорта. С вами Елена Ситникова. Итак, хочу вам показать настоящую русскую избу, а вернее, её настоящую стену из глины. Вот такие раньше были дома. Это редкие кадры. Сейчас мало где вы такое увидите. Это проходит газовая труба. И вот там из вытяжки подтекало. Потом мы поняли, почему. Когда некорректно работал котёл, не включался так, как нужно, там замерзало в трубе, и потом, естественно, вытекало на стену. И вот вы видите вот эти жёлтые разводы и потрескавшуюся глину. Вот поснимала я сегодня шкафы верхние от старой кухни. Замесила здесь раствор теплона. И вот начинаю штукатурить. Уже начала штукатурить, а потом решила всё-таки показать вам, как было, и потом, естественно, покажу, как будет. Сейчас у меня здесь полный бардак. Естественно, всё достала из шкафов, что там было. Вот кое-как сгородила. Благо, много картона от старой кухни осталось. Ну, все такие плоские ящики были, тоненькие. Ну, вот кое-как скотчем подняла стенки ящика, и получился вот такой высокий импровизированный шкаф. И всё, что там в нём стояло, я повытаскивала вот в такие ящики. Там лежат рейлинги, что висело на стене. Ну, в общем, такой... Ну, я бы не сказала, что так вот ужасно, но бардачокс. Сейчас буду штукатурить стену. Да, хочу сказать, что дом, скорее всего, брёвна из дуба. Я вытаскивала, вот вы видите, здесь дыры. Эти дыры от саморезов. Саморезы держали пластик, которым был сделан фартук кухни. Еле-еле достала эти саморезы. Они сухие, не ржавые. Танечка мне там писала, Лена, может, тяжело вытаскиваются. Они заржавели. Может быть, дом сырел. Нет, друзья, дом не сырел. Саморезы как будто в навёхоньке, как будто только что из магазина. А вытаскивать их было тяжело со скрипом, потому что здесь дубовые брёвна. И это меня не могло не порадовать. Очень хорошее дерево. Ну, вы видели, когда мы там делали окна, вот, в общем, ну, откосы новые, скажем так, делали. Мы добрались до брёвен. И я там в одном из видео вам их показывала. Здесь очень сухие, сухие брёвна. И теперь я поняла, что это даже дубовое брёвно. В общем, сейчас начинаю штукатурить. Друзья, показываю, что у меня уже получилось. Это вот только-только первый слой. Конечно же, здесь о ровности стены не может быть и речи. Это только-только первый слой. Но уже на этом этапе, когда я наносила этот первый слой, я столкнулась с проблемой. Вот вы видите ещё одну проблему. Это вот то, когда зимой не работал, так как следует котёл, и испарение или вытяжка, в которую, я не знаю, каким-то образом попадала вода. В общем, оттуда, когда котёл начинал работать, это всё таяло и текло вот в дом. В дом по стене. И это могло бы очень плохо закончиться, потому что дерево, как мы знаем, боится влаги, боится воды. Я сейчас шпателем сняла то, что вздулась. Вот таким вот шпателем просто брала и всё это дело снимала, потому что, естественно, на дышащую стену никакая штукатурка не ляжет. Да и вот здесь, когда я наносила всё это, штукатурка теплом у меня, тоже начинала отслаиваться. И я шпателем то, что отслаивала, снимала, тут же прям вместе с этой глиной замешивала и лепила назад, короче, всё. Потом включила конфорку. Сейчас плита закрыта от мусора. И две конфорки работало, и стена уже практически, вот вы видите, она уже практически высохла. Можно наносить второй слой. Не знаю, сколько здесь будет слоёв. Два, три. Ну, посмотрим. Но я думаю, что на трёх остановимся. Мне тут особо выравнивать-то и не надо. Здесь будут висеть шкафы. Но укрепить стену желательно. Выровнять нужно только вот эту вот часть, куда будет крепиться кварц-винил на специальные жидкие гвозди. Ну, и устранить вот это безобразие, вот эту вздутость из стены. Посмотрите, там настоящая глина. Вот так вот раньше строили дома, замазывая брёвна глиной. И, вы знаете, хоть это может быть неэстетично смотрится, но вот такая вот неровная стена с глиной вообще сложно работать. Я жила на Украине. Тоже был приблизительно такой же дом. И я знаю, что такое глина, да ещё глина с соломой. Но здесь вот я соломы не вижу. Поэтому она вот такая вот рыхлая. Вот вы видите, это то, что я шпателем поснимала. Всё вот сюда нападало этот мусор. Конечно же, всё потом буду убирать. А вот сейчас заштукатурю вот эту стену здесь. То есть вот вы видите, где я остановилась. Это вот первый слой. А это вот такая стена была. Вот она это. Вот прям видно пальчики, людские пальчики. Вот здесь вот отчётливо видно, как это всё мазалось, замазывалось, и как люди жили. Вот. Поэтому, может быть, я чувствую энергетику в этом доме, который строился, я думаю, с любовью. Вот. И я здесь очень себя хорошо чувствую. Светлый, хороший, добротный дом. У нас с утра было пасмурно, а сейчас выглянуло солнышко. Сейчас у нас 3 часа дня. Кстати, вот эти вот часики недавно приобрела в магазине Бриз у нас в Чаплыгине. 420 рублей. Очень хороший циферблат. Белый, большие чёрные цифры, стрелки чёрные. Всё для моих глазок. Я на них хорошо вижу время. А вот. Вот такое солнышко у нас там за окошком. Уже скоро будет садиться. Но второй день было пасмурно. Вот только к вечеру. Сегодня 2 апреля. К вечеру всё это дело разгулялась, погодка. Ну, а я продолжаю работать. Кстати, вот пригодился мне вот этот вот... Что-то было упаковано. Не знаю уже что. По-моему, зеркальные двери со шкафа Паула. И вот я не выбросила. Смотрите, какой хороший укрылочный материал от мусора. Вот мне всё пригодилось. Так, ну всё. Пошла замешивать раствор и буду дальше мазать стену. Давайте немножко отвлечёмся от стены. Я вам покажу, чем я вчера занималась. Все шкафы, за исключением шкафа под вытяжку, собраны. Вот они стоят. Самое сложное для меня было при сборке прикрепить вот эти стеклянные двери. У меня два шкафа со стеклянными дверями. Вот этот один на 80 сантиметров и второй, который лежит сверху, на 40 сантиметров. Все, все шкафы я собрала. Хочу сказать, ну так это кажется, да что там собирать. Ну вот двери тяжело собирать мне было, особенно со стеклом. Там нужна сила вкрутить этот саморез. Ну, всё-таки я со своей задачей справилась. Приедет Лёшек, а у меня уже все шкафы собраны. Вот сюда перетащила вот этот угловой шкаф. Самый, наверное, тяжелый по весу. Но перетащила. Дверь с доводчиком, но она сейчас до конца не закроется. Там ей вот этот коврик мешает. Вот этот шкаф собрала. Вот этот шкафчик. Вообще, это угловой шкаф, который будет, в общем, висеть после сушилки. Вообще, предполагался, что он будет открытый. Но долго объяснять так получилось, что там немножечко мы с Оксаной просчитались с панелями, но в итоге получилось всё так, что ничего лишнего, и всё на своих местах. Когда всё это дело соберётся, я вам потом покажу и расскажу, как вот так вот нежданно-негаданно всё подошло. У меня так часто бывает. Вот такая вот красота. Предполагаю, что в этом шкафчике я буду хранить, ну, наверное, как шкафчик-аптечка. Такой небольшой. Сразу всё видно. Пока приостановился заводик по плиточке, вчера звонил сынуля. Я ему показывала наш дом. Вот. И он просто был очень удивлён, что так красиво у меня всё получилось, что всё как-то гармонично вписывается. Вот. Особенно тоже ему понравилась вот эта плиточка. Мама, это же так дорого, он мне говорит. «Я бы тоже хотел себе такую стену. Может быть, ты мне сделаешь эту плиточку?» Вот. Не знаю. Сначала плитка была лишней, даже не знала, что с ней делать. А теперь и Анечка хочет такую стену, и сынуля хочет такую стену в своей квартире. В общем, маме, наверное, придётся как-то поднапрячься и всё-таки сделать детям плиточки. А как ты её, мама, делаешь? Ну, вот я ему показала это свои силиконовые формы, мешки с гипсом. Ну, в общем, сынуля, меня похвалил. Вот. И мне было, конечно же, очень приятно. Так что, друзья, это действительно дорогое удовольствие, если покупать готовую плитку. Получается, ну, очень-очень дорого. И потом купить, ну, именно вот такую плитку, это она называется венецианская штукатурка. Поверьте, это вообще нереально. Да, продаётся гипсовая плитка, но вот такую я ни разу не видела. Это только вот если купить силиконовые формы и всё сделать своими руками. На самом деле ничего сложного нет. Главное, ваше желание, конечно же, время. И всё получится. Стою здесь и просто обалдеваю, друзья, вот от этих свечей ароматических. Конечно же, я их сжечь не буду, пока не выдохнется весь этот запах. Конечно, ничего вечного не бывает, я это понимаю, но пока наслаждаюсь. Это просто неимоверный запах. И хочу сказать, вот они разные, и у них разный запах. Вот этот в таком серо-голубом стаканчике, он более мужской такой запах. А вот этот запах нежный. Я не знаю даже, я не знаю, как объяснить. Сходите в фикс прайс, понюхайте сами. Очень приятные запахи и красивые свечи. Друзья, думала, уже идёт к завершению моё оштукатуривание. Я вверху не планировала штукатурить, но вот хочу показать вам, что нельзя деревянный дом, который замазан глиной, закрывать пластиком. Вот где вы сейчас видите вот эту глиняную стену, здесь был пластик, который я сняла. И под пластиком, снизу-то я не видела, а когда встала, вся стена вздулась. Вот вы видите трещины, и всё то, что повздувалось, я, естественно, отколола. И всё это нужно заново штукатурить. Вот я вам сейчас покажу, что у меня здесь творится. Это вот всё то, что было под пластиком. Это результат вздутия стены. Так что вам совет. Если у вас деревянный дом, ни в коем случае нельзя стены делать пластиком. Ещё перегородки, куда не шло. Но несущие стены, там, где дерево, нельзя облицовывать пластиком. Деревянный дом должен дышать. Вагонка, пожалуйста. Какие-то природные материалы. Да, гипсокартон пойдёт. Но пластик ни в коем случае. Пылюка стоит. Сейчас чихать буду. Короче, сейчас вот здесь вот ещё вот это всё повздувалось. Всё я здесь сейчас отколю. Отколю и буду штукатурить. И на этом всё. Никакого пластика, никаких панелей здесь не будет. Пусть стена дышит. Ну что, друзья. Вот ободрался весь вот этот слой, который был поверх глины. Весь этот слой отошёл. Я думаю, что это, конечно же, из-за пластика. Во-первых, это кухня. Здесь парится, варится. Естественно, идёт испарение вверх, которое... Все эти капельки воды, капельки пара скапливались между стеной и между пластиком. И, естественно, это разрыхляло стену. Поэтому вот так вот гниют деревянные дома, которые упаковывают в пластик, в пену и тому подобное. Я даже где-то видела ролик по поводу того, как излишнее утепление домов деревянных ведёт к их гибели. Поэтому, друзья, имейте это в виду. Кто покупает старые дома, все мы, конечно, современные люди. Всем нам хочется красоты какой-то излишней. Но наши родители, наши предки, которые строили эти дома, они знали в них толк. В технологии, как за этим домом ухаживать, но я точно знаю, что деревянный дом должен дышать. Вентзазоры должны быть. В общем, дом должен дышать. Ну, а я сейчас... Вот здесь, кстати, вот здесь не было пластика, вот вверху. И там крепкая стена. Я проверяла рукой. Здесь можно даже попробовать небольшой слой сделать, штукатурки. Может быть, я там плиточку впендюрю. А может быть, просто за штукатурю, ну, чтобы было как бы под одно, да. Наложу здесь еще слой, выровняю. И никакого пластика, никаких панелей вверху. Продолжение следует... Продолжение следует...